Всем привет, это Бостон, и сегодня мы разберем все бафы и нерфы патча 1.7.44 на основном сервере. Итак, поехали! Натан получил небольшое усиление, я бы даже назвал это в некотором смысле реворком. Он больше не конвертирует физическое проникновение в магическое. Вместо этого он получает усиление только от магического проникновения. И с этого патча Натан получает больше урона от магических предметов. Его решили сделать эдаким магическим стрелком-автоатакером. Усиление урона от магической силы коснулось как автоатак Натана, так и первого навыка. А ультимейт теперь дает клону Натана 70% от эффектов атаки с предметов. То есть магическое перо и меч охотника на демонов будут работать на этом герое как никогда эффективно. Также теперь будет более логично начать собирать героев магическую силу, а не уже во всем привычную физическую атаку. Тем более теперь автоатаки активируют пассивки огненного жезла и палочки гения. Лейла согласно обновлению получила усиление, хотя я бы назвал эти изменения ребалансировкой героя, так как ей уменьшили урон с пассивки, зависящей от расстояния до цели. Было 100-140%, стало 100-135. Но первый навык теперь можно будет активировать чаще. Перезарядка была 6 секунд, а стала от 6 до 4. И второй навык теперь получится применять на дальнем расстоянии после увеличения дальности стрельбы. Теперь Лейла может более эффективно буллить своих оппонентов. Москову увеличили дальность атаки и второго навыка. Теперь он стреляет на 4,5 ярда как автоатакой, так и вторым навыком. Кроме этого пассивка Москова теперь получает 100% от эффектов атаки героя. То есть мунтоны как бы намекают, попробуйте собирать Москова не в криты, а через скорость атаки и меч охотника на демонов. Лисун Сину уменьшает базовую физическую атаку на 5. Зато немного увеличили урон с первой усиленной атаки и немного уменьшили урон со второй. Но главное теперь первая усиленная атака дает герою небольшое ускорение. В патче написано, что это ослабление героя, но я бы так не сказал. Клинту уменьшили урон с пассивки. Было 100, стало 50 и это ощутимо отразится на его ранней игре. В компенсацию ультимейт теперь стреляет дальше и им будет намного проще попасть по врагу. Кошмарное порождение Заска теперь получит усиление от эффектов атаки. Плохая новость в том, что только 15% от эффектов атаки передаются кошмарному порождению. А усиленному кошмарному порождению, то есть под ультой, 30% от эффектов атаки. Также уменьшено замедление от Смертельного Луча с 70% до 60% и немного снижен прирост скорости атаки Смертельного Луча. Впрочем, покупка нового райского пера должна немного компенсировать эти ослабления героя. У Сильваны второй навык в этом патче будет получать 45% урона от эффектов атаки и ульта будет кастоваться чуть быстрее. В компенсацию перезарядка ульты увеличилась. Было от 46 до 38 секунд, стало от 52 до 44. Савьер стал одним из главных открытий этого патча и он снова появился в матчах. Ему убрали усиление урона с пассивки, зато увеличили урон со всех навыков так, чтобы они наносили урон, как будто пассивка заряжена наполовину. И главное, ему дали ускорение передвижения после попадания навыков на 50% на 1,2 секунды. Соответственно, теперь можно меньше заморачиваться на зарядах пассивки героя и главное, он стал более мобильным. Глу немного снизили урон с первого навыка. Был 260-360, стал 200-300. Урон от взрыва теперь зависит от здоровья Глу. Было 80% от магической силы, стало 8% от ХП. И после взрыва с Лизи Глу восстановит себе 3% от своих максимальных ХП. Соответственно, теперь можно достаточно быстро восстановить себе все здоровье, пока, конечно, не закончится мана. С другой стороны, герои снизили дальность применения второго навыка и урон от него был 250-300, а стал всего 100-200. И ультимейт больше не сокращает перезарядку первого и второго навыка после прикрепления. Минотавр теперь чуть быстрее набирает ярость, и, как по мне, герой стал более комфортный в игре, так как ярости ему раньше явно не хватало. Ярость теперь набирается больше не только от урона, а также от ультимейта. Ван-Ван увеличили перезарядку первого навыка. Было от 10 до 8 секунд, а стало от 12 до 9. Теперь оглушение от этого навыка заменили на обездвиживание. И уменьшили процент от эффектов атаки на ульте. Было 50%, стало только 35. Дальность преследования в состоянии ульты также снизили на 1 ярд. В общем, снизили параметры героя, чтобы компенсировать обновленные предметы. Кэри усилили, снизив перезарядку второго навыка. Было от 5 до 3 секунд, стало от 4,5 до 2,5. Перезарядка ульты также снизилась на 5 секунд. Ополли Купа. Волк Купа теперь будет наносить 90% дополнительного урона монстрам, что как минимум упросит фарм монетки и жучков на линии. В лесника этого героя пока никто не берет. Мия добавили урон от эффектов атаки на пассивке. Теперь Тень Мия будет наносить дополнительно 30% от эффектов атаки, чтобы оправдать сборку через обновленные предметы. Но, как по мне, сборка через криты все еще эффективней. Броуди просто увеличили прирост атаки с уровнем. Было 35, а стало 45. И это ощутимо повлияет на лейтгейм героя. Беатрис снизили урон по башням от всего оружия до 80%. Или, если сказать проще, то урон по башням от всего оружия у Беатрис уменьшился на 20%. На первом навыке перезарядка смены оружия была 0,6 секунды, стало полсекунды. И урон по миньонам от ультимейтов снижен на 25%, чтобы Беатрис больше не могла так просто зачистить волну миньонов с помощью двух ультимейтов. Клауду снизили урон с пассивки. Декстер наносил 20 плюс 35% общей физической атаки, а теперь наносит 20 плюс 20% от общей физической атаки героя. Эффекты атаки во время ульты также снижены. У Декстера урон был 33%, стал 20%, а у Клауда во время ульты был 83%, стал 67%. В общем, зачем-то снизили урон героя настолько, что даже обновленные предметы не вывозят. Кими уменьшили на 1% урон с базовой атаки, зависящей от магической силы и физической атаки героя. На первом навыке урон также был снижен с 35% до 30%. Это было сделано, чтобы компенсировать увеличенный урон с огненного жезла. Сану уменьшили урон эффектов с его двойников первого и второго навыка. Было 100%, стало 50%. Урон от третьего скилла также немного уменьшили. Был 250-450 плюс 60% от физической атаки героя. Стало 170-320 плюс 40% от физической атаки. Матильде скорректировали урон на первом навыке. Было 375-600, стало 350-625. На втором навыке перезарядка была от 13 до 10 секунд, стало от 15 до 12, а получаемый щит союзниками снизился с 70 до 60%. Зато теперь во время ульты первый навык будет приоритетно атаковать цель, выбранную ультимейтом. Валентине увеличили время контроля на первом навыке. Было 0,6 секунды, а стало 1 секунда. Но одну и ту же цель можно повергнуть в хаос не чаще, чем один раз в 4 секунды. На ультимейте дальность кражи снизили с 8 до 7 ярдов. Леоморду увеличили перезарядку второго навыка с 10 до 12 секунд, а усиленную перезарядку с 6 до 7. На ульте перезарядка теперь начинается после окончания ульты, и в связи с этим перезарядка ульты Леоморду увеличилась на 5 секунд. Кроме этого, защита, получаемая в состоянии ульты, была от 30 до 110, стала от 30 до 90 единиц. Кормили, ослабили ультимейт, точнее, теперь она намного хуже замедляет противников. Эффект замедления при применении был 40%, стал 30, а замедление от связи было 60%, а стало всего 15. Перезарядку ульты также увеличили. Было от 40 до 30 секунд, стало от 48 до 40. Фани, на первом навыке увеличили урон. Был 320-520, стал 320-570. Но урон теперь меньше увеличивается в зависимости от скорости полета героя. Было от 15 до 30%, стало от 10 до 20. И здоровье Фани снизили на 100 единиц. Джой, на пассивке уменьшили щит с 300 до 200 и увеличили перезарядку второго навыка. Была от 8 до 6 секунд, стало от 12 до 9. Тамус. Сокращение перезарядки теперь влияет на первый навык героя, соответственно, у него немного увеличился урон и мобильность, но совсем немного. И Алукарду на одну секунду снизили перезарядку первого навыка. Из всех этих изменений не показались наиболее существенными изменения Кармилы, так как герой больше не будет настолько сильно доминировать за счет ульты. Клауды зачем-то убили по урону. Минотавр стал намного более комфортный за счет более быстрого набора ярости. И, конечно же, меня очень сильно обрадовало возвращение к Савьеру и Натана. На этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи! И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок